Я занимаюсь темой здоровья и здоровья детей. В частности, тема массового заболевания детей инсулинозависимым сахарным диабетом. Количество детей, заболевших диабетом, в последние 10-15 лет возрастает не просто в геометрической прогрессии, в катастрофической прогрессии. Потому что если эндокринологи, у которых старшая работа больше 20 лет, они могут подтвердить то, что раньше даже та же Морозовская больница принимала в год 1-2 детей до 4 лет, заболевших сахарным диабетом. Сейчас за 2 недели 10 детей. То есть, можете представить, умножаем, то есть, вот, катастрофическое количество детей. Заболевания не лечатся, заболевания требуют ежедневного введения инсулина, заболевания требуют ежедневных измерений сахара в крови, это постоянные затраты на полоски, да, вот, которые глюкометром. То есть, это колоссальные финансовые средства. Вот, что делается сейчас в последнее время? Раньше этим детям присваивали статус ребенок-инвалид, да, и какие-то там льготы, какие-то финансовые отчисления, которых хватает только на покупку вот этих вот полосочек, там, расходных материалов, иголок, которых не выписывают достаточного количества. Вот, сейчас пошла тенденция снятия из детей вот этой инвалидности, лишения семей всей материальной помощи. Вот, ну, естественно, решили они так, что после 14 лет уже ребенок самостоятельно может сам себе все мерить, да, сам себе все считать, и ничего, никакой помощи не надо. Полоски будут родители, где хотят, там, покупают, на какие хотят средства. То есть, идет такой вот, такая тенденция. Вот, хорошо сейчас стали родители даже года 3-4 назад собрать какое-то вообще вот единодушие найти, вот, да, потому что каждая проблема очень тяжелая. Семьи находятся в очень тяжелом состоянии, когда ребенок заболевает. И собрать родителей, организовать было очень трудно. Сейчас уже в связи с тем, что начали снимать, что начали, родители действительно нуждаются в помощи и поддержке, народ начал организовываться. В интернете уже начали образовываться сообщества, но исключительно с темой того, что верните нам поддержку, значит, верните нам финансовые средства. Вот, начинается тема, что идет геноцид. Потому что никто не задается тем, вообще, откуда он взялся, этот диабет, да, что это такое, в результате чего дети стали в таком массовом количестве заболеваний с этим заболеванием. Вот, то есть, это тоже по вопросу контролирования, да, то есть, если в каждой, там, пятой, там, даже семье будет ребенок с таким заболеванием, то, сами понимаете, нету инсулина, нету полосок, ребенок умирает в течение 9 часов без инсулина. То есть, это вот мучительная смерти, естественно, родителям никуда, ничего не остается, как делать то, что им говорят сверху, да. Вот, еще тема такая, то, что начали сниматься вот инвалидность с 18 лет тоже, многим сейчас снимают инвалидность. Вот, недовольство среди этого пласта населения очень сильно растет, очень сильно. Вот, энергию не знают, куда выплеснуть. Вся энергия сейчас пока затрачена на то, что только вот, ну, дайте, верните петиции, давайте соберем денег, давайте то, давайте все. Конструктива никакого еще нету пока. Вот, хотя я думаю, что если нужно зерно посеять, вот, то все будет понятно, да, на что настроен геногеноцид. Можно сказать, что инвалидность, вот так вот надо. Они просто инвалидность. Они просто инвалидность. Да. Не выживет, кто умрет, а выживет, кто здоровый. Да. Что это лечить-то все, денег нет? Денег нет. Держитесь. Да, денег нет, пусть дети умерли. Ну, в том-то и дело, что их дети тоже заболевают, то есть, да, ну, да, они тоже, ну, сейчас изобретаются куча всяких средств, там сейчас и помпы, и дистанционные измерения, вот это сахара, разные приборы, там сейчас, ну, куча всего, но стоит это бешеных денег, вот, у обычных семей, особенно если это не Москва, а периферия, денег вообще нет, вот на приобретение. Получается так. А подруги инвалидности, допустим лиц, а по этому? Все то же самое, то есть, вот тенденция снятия инвалидности, вот сейчас идет, то есть, сидите, молчите, вот я хочу сказать, вот, мне постоянно звонят, вот, то есть, сабеса, да, вот, у меня, у самого ребенка болит диабетом, вот, почему-то тема еще меня интересует, вот, вы придете на выборы, значит, мы вам галочку, ладно, хорошо, мы вам галочку поставим, значит, вы придете туда-то, значит, мы вам галочку поставим, если вы, значит, туда-то не придете, того-то не сделаете, инсулина не будет, да, путевочку мы вам, да, как бы, не дадим, в какой-нибудь там реабилитационный центр или еще что-то. Ну, что могу, то делаю, да, ну, есть, я пока вот именно аккумулирую, собираю вот именно в этой области. Люди, которые с этой проблемой сталкиваются, когда им отказывают в инвалидности, они понимают, что они брошены государством, да, то есть, они никому не нужны, никто их не защитит. Они пишут там и в прокуратуре, и там в вышестоящей инстанции, и петиции собирают, да, то есть, вот этого ощущения, то есть, я все чаще и чаще, вот, в группах, где начали собираться такие родители, читаю слово «геноцид», 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 «геноцид». То есть, вот, реально вот идет это слово, то есть, матери уже начинают вот это слово произносить. Даже два года назад такого не было. Просто, на самом деле, когда мы говорим о добре и зле, наша планета, она всегда будет, все время будет в этом противостоянии добра и зла. И невозможно, только добра не будет, да, то есть, мы не сможем понять, что такое добро, если не будет зла. И все время, и вся жизнь человеческая, она все время, это вот этот баланс добра и зла. Если мы рассуждаем на уровне государственном, да, на уровне народов, истории, то представляете, какая сила, то есть, на каждую силу добра должна быть сила зла, определенно, соответствующая реакция, чтобы, то есть, добро должно быть настолько сильным, чтобы победить вот это зло. Да, да, то есть, настолько сейчас сильная, да, вот власть зла, что сила добра должна быть такой, такой мощи и такой силы, да, то есть, не хватает, вот за сто лет не хватает, вот, да, разогнаться. То есть, вот, где-то будет это ядро, и обязательно добро, оно обязательно где-то проявится и где-то будет набирать обороты, но это должна быть такая сила добра, чтобы заглушить вот то зло, которое сейчас поглотило мир, вот, то, что, конечно, если мы будем там сидеть и ничего не делать, и убивать себе вот дух и творческое начало, оно не разится, это добро. То есть, вот, и, как говорят, да, вот в сказках, там, да, даже то, что один светлый и добрый человек, да, он, соединившись там с таким же другим светлым, это сила не в два раза больше, это сила в десять раз больше. У зла такой силы нету, да, то есть, один злой человек, два злых человека, это только два злых человека. Вот, поэтому распространять силу и идею истины, добра, вот, что мы должны делать на самом деле, потому что и всё будет, и Бог, Он помогает, и Бог, Он всегда с теми людьми, кто с ним, да. Субтитры создавал DimaTorzok